Так, раз, два, три, всё, наконец-то я у микрофона, только-только успел погулять с собакой за этот короткий перерыв, админы очень быстро стартуют игры, и это, конечно же, хорошо, вот, но, фух, с пёса я еле погулял. Да, чат, всем привет, продолжаем смотреть BTS Dota 2 Online Asia, значит, у нас на очереди великолепное противостояние Eman As против Buma Sports, я даже в титрах не успел команду поменять, настолько выбежал прям на улицу, значит, это два топовых коллектива в рамках групповой стадии этого турнира, они должны нам показать очень-очень хорошую доту. Значит, ну, Бумы, это всё те же самые, Кескьют, Микоты, ФБЗ, Дримацелл и Хайт, вот, Аман As это стак меганеймов, Северс, Джаб, Саббат, Куку, ну, короче, очень-очень жёсткие ребята, вот, сейчас я как раз в титрах поменяю, всё, готово. Очень жёсткие ребята, которые показывают качественную доту, сейчас посмотрим, собственно, насколько хорошо они себя проявят против той же другой сильной команды в рамках Юго-Восточной Азии. Баунти Хантер, Ласт Пик. Это будет Баунти Хантер, позиция 4, видимо, да, Бэтрайдер, Баунти Хантер, Врейс Кинг, Дизраптор, Тинни Мид, но пока предположительно так. 10 секунд remaining, 5 секунд remaining, 5 секунд remaining. И Вер Класс Пиком у Эмонас для Абиды. Хм, так. Прикинем сейчас по матчапам, когда разберусь. Берутся роли окончательно. В принципе, тут и так понятно, чё как. Абиды. Хм! Абиды. Абиды. Все думал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Извините, короче Протубка Протубка произошла Третья БО2 уже просто на сегодня С 7 утра Хотя я достаточно бодро себя чувствую Я думал, что... Ну, я опять поспал очень так слабенько Где-то часа 4 всего лишь Несмотря на то, что прошлой ночью я не спал вообще Вот И думал, честно говоря, что после первой там серии Мне уже будет, типа, не очень хорошо Но, в принципе, нормально Жить можно Сейчас еще Чайку после этой карты Забодяжу Вообще будет сказка Чего, кстати, и вам советую Забодяжьте Чайку И приходите смотреть эту карту Это должно быть очень круто Должна быть крутая серия Надеюсь, она будет динамичной просто Не такой вязкой, да? А вот именно динамичной Так, стрела Попадает в ФБЗ Но из-за того, что нет баша Тут сделать фраг будет не так-то просто Но пара тысячек от Мирана и Ничи И ребята справляются Кстати, купил джаб с корону Интересно, она ему для Атоса или для Вейла? Корона, корона, корона Атос, Вейл, Драмы Ну, Митерхаммер не нужен, наверное И Доминатор тоже не нужен Странно было бы эти предметы покупать Да, Куку, конечно же, берет Пресс за атак Потому что играет против Дизраптора Дизраптор заспамливает тебя скиллами А ты просто юзаешь пресс за атак По мане, ну, как бы, скиллы равноценные Тут 130 маны, тут 110 Ну, там, примерно равноценные Но проблема в том, что у Дизраптора Ну, у него именно ориентир на то, что, как бы, у него маны побольше Легионка-то не может себе закупить 10 тысяч манга, правильно? На линию Хотя она, кстати, много купила И на втором уровне берется пассивка Стрела не попадает в Дримацела Ставится кинетик Самый пока большой вопрос Вот, вроде бы, как эмонас занимает первую строчку в группе, да? А бума занимает вторую И насколько, как бы, большая разница в уровне игры между этими двумя командами Это же совершенно не значит, да, то, что, ну, типа, бумы на равных играют Примерно на равных играют с эмонас То есть может быть такое, что, да, бумы на втором месте, но при этом они в салат проигрывают Там карту или там две карты в этом БО-2 противостоянии стрела Крипа попадает Ну, там вроде бы в рейнжат, поэтому нормально Вот, пока складывается такое ощущение, что вот у команды эмонас все получше Вот за первые две с половиной минуты В боте у них водят на прокачке Легионка кайфует, конечно же О, нифига себе, какую-то опору в Рейскинга зацените Это вообще чего? С какого-то сета, я даже не знаю, с какого Блин, мне так обидно У меня были две красные шмотки на Рейскинга Я их продал для того, чтобы купить, ну, типа, левелов компендиум Вот Ну, просто я как увидел, что там есть аркана Думал, ну, типа, аркана, она полностью надевается И, как бы, вот эти красные шмотки туда не надеть больше А оказывается, нет И у меня такой был бы в Рейскинг просто ряженый Эх, жалко Вот каждый раз, когда смотрю на в Рейскинга в аркане У меня флешбеки такие неприятные Обидные, не то, что прям неприятные, обидные просто Такие вот проблемы бытия Ребята У кого-то, кому-то сессию не закрыть Кому-то, кого-то девушка бросила А у Форса, вот он красные шмотки продал, видите Ладно Давайте смотреть дальше В миде Аббет четвертый уровень Бэтрайдер четвертый уровень Бэтрайдер хорош На самом деле в тех играх, когда у тебя очень-очень сильный хардкерри На позиции 1 То есть ты Бэтрайдера в мид берешь, когда у тебя Медуза Воид Террар Блейд Нага Сирена какая-то Спектра Антимаг Вот такого рода персонажи Потому что Бэтрайдер, он матчап свой в центре стоит очень хорошо Обычно Но тут просто в РК рейнджовый герой С ней немножко трудно Вот, но если ты закрываешь Ну, для ММа я говорю Вот, как бы я в Кэптэнс моде Ну, в Кэптэнс моде очень много Есть того, что есть в ММе Но, понятное дело, там еще свои тонкости имеются О которых у меня не так много знаний Вот, но тем не менее Когда вот вы, например, играете ММ И вы видите, например, что ваш кэрри взял Медузу на легкую Вот И, ну, вы как бы смотрите на ситуацию Там по карте И просто можете пикнуть Бэтрайдера Если умеете на нем играть Если враг берет на мид, там, какого-то ДК Там, я не знаю Эмбер Спирита Воид Спирита Шторм Спирита Хотя, насчет Шторм Нет, по идее, против Шторма тоже легкий матчап должен быть Плюс-минус Вот Огромное количество вот героев Которых Бэтрайдер просто вперед ногами с миды выносит Которые не могут вообще против него стоять А даже если вы стоите на равных То потом покупаются травола на Бэтрайдере И вы просто всю карту спейсите Бегаете Летаете Там на фаерфлаях Убиваете А ваш кэрри качается Но понимаете, в чем Как бы весь Вся Как бы Тщетность бытия Что Бэтрайдер в миде Во-первых Немножечко так поджирает уже На тысячу золота Сейчас ВР-ка его в очередной раз, видимо, просолит Хлоп-хлоп-хлоп Да, Абит убивает Вот, то есть У него Он уже второй раз в миде погиб Да Это раз Два Кому спейсить В Рейс Кингу, который проиграл свою линию Ну, типа, можно, конечно Но Он фармит медленно Типа, там, какой-то Мидас, если купит Ладно, но Фармит он медленно Террор Бейд фармит быстро Ему есть смысл спейсить Там Антимаг добирает свой БФ Потом фармит быстро Ему тоже есть смысл спейсить А в Рейс Кингу С Рейс Кингом по-хорошему Драфт команды Boom Он должен примерно следующим образом работать Вы приходите на легкую линию Ее выигрываете Вы приходите на мид Стоите его тоже хорошо Там, или 50 на 50 И на харде у вас тоже все должно быть плюс-минус норм Потом вы ходите по треками Деретесь по КД с Рейс Кингом С Бэтрайдером У вас активные, хорошие герои Вы зарабатываете преимущество Захватываете карту Не даете вражескому вайду качаться То есть А сейчас возникает ситуация Что Бэтрайдер умирает третий раз подряд на центре До Травалов ему Как до китайской стены Задним ходом, так сказать И Блин Воет на фулл фри фарме Короче, не знаю Как Boom будут выигрывать Тут может возникнуть такая ситуация Что уже где-то на 20 минуте Можно писать ГГ и выходить О, какая стрела залетела Еще этот петух клюнул Баунти Хантера Забавно вышло Да, Легионка тоже на фулл фри фарме стоит В Рейс Кинг ее, ну, как бы не Не может убить Я вот сказал, что Бумы должны Как бы для этой игры Выиграть сейфлейн Да, что как должна их Но они не могут его выиграть То есть это в принципе На топе это физически нереально Линии в Рейс Кинг Плюс Дизраптор Выиграть линию Легионка Мирана Это невозможно То есть если Легионка адекватно Адекватный билд делает А Легионка делает адекватный билд В этой игре Мирана тоже там что-то помогает Стрелами пропушивает линию Пулит То вы эту линию выиграть не можете Вы можете ее отстоять В лучшем случае там 50 на 50 И то это там, я не знаю С божьей помощью Если там отпуливать как-то Прерывать вражеские пулы Ну, короче, это очень трудно Такую линию отстоять Легионка она в Рейс Кинга На линии не ощущает особо Тем более с таким саппортом Как Дизраптор Там какой-нибудь Антайинг может быть Там что-то как бы Можно было бы придумывать Но С Дизраптором прям вообще Никак, увы Так вот Им надо было бы Эту линию выиграть Но они не могут Они не могут Им можно было бы Лучше отстоять Намного в центре Ну, в итоге Отстояли как отстояли Ладно, давайте смотреть Восьмая минута Воид перемещается в топ Доламывает там ТВ-рок Куку пока не торопится Отсюда телепортироваться Потому что мало ли что Да, мало ли тут Какой-то Телепорт там от БХ И Сэвэдж бы не смог Просто так Эту вышку сломать А так при поддержке В принципе Все нормально Мне интересно только Почему Баунти Хантеры Решили Ласт Кикам брать То есть Видели уже линию Инча плюс Воид И решили, что Баунти Хантер Хорошо здесь как бы сыграет Да Неужели там не было Хардера какого-то получше Абит рашит МКБ Две шмотки сразу выбивает Халява Абит рашит МКБ БХ добирает свой шестой уровень Воид может сейчас Воткнуть хроносферу Здесь в теории Цепанули Мирану Трек-фрак Приятно Хаста в топе Да Тут недалеко на полигоне Какие-то видимо учения проходят Барни не очень рад Так, там пошла дуэлька Дэмэдж скорее всего не получит С Ку-Ку Но убить Баунти Хантера Удастся Жалко, конечно, что Урон Ку-Ку не получил Но Самое главное Это экспа Экспа и золото, конечно Так, травола появляется у Бутрайдера Одиннадцатая минута Тайминг не самый плохой На самом деле То есть, как бы Еще есть время полетать И Поделать грязи на карте Сэвэдж купил Масков Мэднес Очень нагло играет Сэвэдж Очень нагло Ставит хроносферу Хорошая стрела Масков Мэднес должен сейчас закончиться Тайм делейшн плюс тайм волк Шеклшот почему-то не привязывает Микота Летит спам Очень сильный От ВР-ки В Виндран Цепанули Абеда Но он все-таки Смог выжить На хосте просто бегает здесь Шекл хотят выбить реинкарнацию Из Врейс Кинга Что по дуэли Дуэль есть Тааак Дуэличка пошла Дэмэдж влетает Ну как же Неприятно критут А где Хайт-то был? Блин, Хайт Подруинил сейчас немного Если бы он сразу бы Выписал скиллы в Легионку Врейс Кинг мог бы заработать дэмэдж Да, он бы все равно бы погиб В БЗ делает еще один фраг Борется до конца Здесь Сэвэдж Баунти Хантер неплохо Критует Дженадой Но с Вайдом справиться не получается Он очень-очень плотный В живых остается ИНЧА Который, я так понимаю Вообще здесь не присутствовал В тимфайте А три остальных героя У команды Манас погибли Но у Бумов в таверну Отправились Мидер и Кэрри Причем Кэрри потерял реинкарнацию Приятного только в этом То, что БХ на треках Нормально налутал Три или сколько Четыре фрага, да, получается Четыре фрага сделали Нет, три Три фрага сделали Все под треками должно быть А БХ должен был получить Хорошую прибавку к пенсии Такую Серьезно В Рейскинг опять умирает Реинкарнации у него нет Пережить за ту дуэль он не в состоянии Плюс демэдж для легионки Пассивка работает Абит пытается отбежать Получает бочку Получает Абит умирает Второй раз подряд Это очень плохо Для его героя Ему нужно темп на рач Хотя, конечно, для Рейскинга Тоже это очень плохо Цепанули Мирану Еще один трек-фраг Вот, пока что сидит у нас на Эншентах Пытается МКБ выфармить Стандартный билд сейчас на Вайде МСК Мэдос МКБ Это нечто среднее между Скоростью фарма и агрессией То есть максимально, наверное, агрессивный билд Был бы через Блин, хотя я даже не знаю Через какой Через какой-нибудь диффуз Хотя это тоже вроде такой Ну да, наверное, через диффуз Самый такой наглый билд Когда ты даже без хроносферы можешь выйти Там продиффузить саппорта Убить через тайм-делейшн Вот Жадный билд это Мидас или ЭБФ Вот, и, соответственно, МОМ МКБ Это и возможность где-то без хроносферы Ворваться просто под МОМом, да, героя убить Ну и, соответственно, в хроносферу Ты тоже очень хороший дэмэдж наносишь За счет Манки Кингбара Ну и при этом, как бы Ну, эскейпа, правда, никакого нет То есть это тоже такой Один из вариантов агрессивного билда Просто чуть менее такой наглый, наверное Но он зато более надежный, что ли То есть даже если ты Как-то не особо будешь делать фраги Ты вот МОМ МКБ купил Потом еще БКБ добавил И все, и ты прям угроза А если ты купил диффуз И у тебя не получается фраги делать То ты как-то и фармишь плохо И вот, ну, купил ты этот диффуз А потом купил бы КБ И что-то все равно никого не убить за хроносферу Короче, МКБ в тысячу раз лучше Вот, по билду Вот, надежнее Это просто-напросто Можно было бы купить диффуз Причем я про диффуз-то вообще вспомнил Потому что ты против Рейскинга играешь Ему как бы ману прожигать приятно Но это просто ненадежно Вот реально на войде В нынешней мете При нынешней скорости При нынешней динамике игры И билдах вражеских персонажей В принципе, невыгодно брать диффуз Сейчас говорю, диффуз не берет вообще никто То есть, если диффуз не берут даже Спектры, ПЛы и Наги Сирены То, блин Ну, чтобы Войд взял диффуз Когда можно купить МОМ МКБ в этом месте Я не знаю, что должно вообще на карте произойти Два очередных хороших фрага делают у нас Рейдиант В Рейскинг играет со статой 0.4 У него игра прям вообще не идет Пошел тайм-делейшн Нападают на бэтрайдера Бэтрайдер в таверну Аббет продолжает разваливать Видят Хайда подзамедлили Убили уже 100 фрага Еще и дуэлька Отлично Ну и только вот Тут ФБЗ бегает где-то неподалеку Терпит Можно попытаться в Рошпит выйти Да Хроносферы, правда, нет И это может быть достаточно наглым действием Со стороны Бум Но со стороны, точнее, Монас Но Бум нечем ответить Элементарно У них нет каких-то скиллов У них нет Титана какого-то Знаете, у них саппорты такие Вот Тинни и Дизраптор То есть вот что они тут делают Вот в такой ситуации Ничего особо Прийти поспамить скиллами Пытаются БХ тут найти Просветили Но не пока хотят Вот погодите Треки развешиваются Ну в Рейскинг ты уже в бот дал телепорт Ага, он еще именно телепорт дал И это, кстати говоря, знают Они могут просто Рошана забрать В Рейскинг без телепортации Парни, чего вы боитесь? Или боитесь? Не знаю, бояться реально нечего Он же 100% сюда с телепорта пришел Они же должны это знать Но если они будут медлить То у него ТП откатится Да, решили все-таки Рошана не добирать до конца Немножечко побоялись Эмо Анас Ну, в принципе, имеют право То есть они в данный момент Доминируют на карте Поэтому вправе рисковать И вправе не рисковать Их драфт в лейте лучше Поэтому им торопиться особо некуда Игра идет своим чередом Смог активировали, ребята Цепанули Дизраптора Мирана Получает тычки Получает Трек умирает Дуэлька в Баунти Хантер Баунти Хантер тоже в таверну Сэвэдж пытается пробить Без хроносферы Хайда Того хватает хитпоинтов Чтобы не умереть от Вайда Но не хватает Для того, чтобы пережить импетусы Врейскинг купил себе Сакрет 18-ая минута Очень поздний Радианс Очень поздний Ну, Рейскинг считается сейчас Плохим героем На самом деле Потому что Ну, ему порезали пассивку Вот эту вот Вампирик Она теперь не дает урон на линии Теперь особо не подоминировать И что, тем более Против легионки Очень сложно Бэтрайдера убили Рошан там падает Ну что, у Бума Все очень плохо У Сэвэджа Аегис Нет еще у него Манки Кингбара Хоть и Нетворс он держит Весьма-весьма хороший Пытаются помешать Войду здесь Чувствовать себя комфортно А то Сумираны Из статик шторма Ребята выпрыгивают Сэвэдж с Аегисом Ему этот статик шторм Вообще Не страшно Он прыгает Можно, можно Дави, дави Хроносферу Подавим Там можно было бы БХ еще зацепить То есть он мог бы Воткнуть Хрона Убить БХ Убить Тима Спокойно Но решил, что Фраг на Баунти Хантере Не столь важен Или, может, он хотел сначала МКБ дофармить А потом только Купить себе Ну, точнее, а потом только поставить Купол Дайр Радиант Радиант Куре Дайр 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 Ничего, спокойно просто бот толкает в соло Радианс появляется у ВК на 20-й минуте Вторая реинкарнация Ну да, ману ему прожечь нечем Поэтому Радианс будет довольно долго работать Может быть что-то из этого получится Хотя, учитывая преимущество Север замахнулся на карносферу Напугал бы трайдера Падает очередная Т2-вышка Очередная в скобочках первая Можно пойти захватить опанпост Было бы это на 18-й, 19-й минуте Действительно, в этом был бы смысл А так, это не особо нужно Можно подфорсить соперника на хайграунд Этим, видимо, сейчас и будут заниматься у нас МНС А то стрела Повершот Жесть, как больно Прыгает воет Да, ты добей же! Ё-моё Минус дизраптор и падает первая вышка на хайграунде Подрубает севердж-момчик Хайд готовится, если что, с блинка как-то врываться Его там петух заметил, выкупается дизраптор Да, надо что-то определенно делать Потому что иначе упадет просто лайн Атос плюс стрела Повершот Очень жесткая комба Его это просто доедает БХ Здесь у него подрублен МСКОФМЭДНС Поэтому таймволком он особо здоровье не восстанавливает Но Аегис еще у него в кармане полторы минуты Поэтому может попробовать вот так вот пофлексить Да, выбивается Аегис Атос Стрела Повершот Пичка Умерли Статик Шторм хороший На Вайда Но Легионка Легионка работает, конечно Не дает в лосо зафиксировать Вайда в Статик Шторме Погибает еще один герой Микота В таверну в Рейс Кинг Та же два раза его без проблем убивают Все это время была хроносфера у Сэлэджи Ну что, пишем, как и выходим Не пишем, как и не выходим Ладно, хорошо, играем дальше Но в Рейс Кинг в эту игру не камбэкнет уже вообще никак На миде у него бэтрайдер От которого тоже на данный момент Не дождаться большого спейса Там уже у БКБшки появляются Долька у Нидзина бэтрайдера В таверну Долька у Нидзина бэтрайдер Так, ну что, надо ждать, наверное, следующую хроносферу плюс БКБшку и идти. Раз уж соперник решил, что у него еще есть шансы, не стоит ему этих шансов вообще давать и идти в какие-то тимфайты, когда нет скиллов. Просто немножечко подождать и развалить. Можно, конечно, и Рошана дождаться, но если он будет ранний, просто там 5 минут целых ждать, там может быть какие-то итемы появятся дополнительные. 5 секунд до хроносферы. Легионка готовится тоже врываться с дуэлькой, но пока не особо кого-то здесь видно. Баунти руна, а кто, кстати, так сильно якорит? Дремоцелла 0.5, 1.7 дизраптора, 1.4 тини. Спанули ВК, но он себя тут скелетами прикрыл. Ну, не специально, конечно, скелеты просто так побежали. Они рандомно бегают. А почему они, кстати, не от Арканы? Странно, там же должны быть такие специальные скелетики вроде бегать, разве нет? Или это они и есть? Хроносфера появляется, Рошан и ребята решили не дожидаться, просто пушить хайграунд. Возможно, последняя драка на этой карте. Деревца плюс шекл. Работает Кримсон Гард, не дает Сэвэджу быстро пробить. Т3-вышку цепанули в Баунти Хантерах. Еще там шекл-шот, да, минус ФБЗ. 42 секунды без Вайбэка. Да, Легионка прям нереально сэйдет, ничего не сделает. То есть прыгнуть, дать лассо невозможно. Легионка стоит сзади, все, контроль. А вот ТОС плюс лассо можно попробовать. Вайда цепанули, воет, терпит, активен Блэкинг Барн. Он нажимает там О, восстанавливает здоровье. И у него еще есть Хрона, которую он в Рейс Кинга пока кастовать не торопится, потому что у того есть реинкарнация. Ну вот, например, это можно сделать, допустим, Си... Нет, все-таки ДГ. Ну, поставишь Хрона, бьет. Ага, он команду решил закрыть. Подтроллить, так сказать, немножечко. Да, достаточно легкая карта получилась для Эмонас. В принципе, на стадии ланинга я об этом сказал, что... Типа, ну вот... Ну, нет смысла пикать Бэтрайдера вместе с Врейс Кингом. Тем более, в Врейс Кинге нет смысла пикать на линию к Легионке. Там ребята как-то... Ну, может, они его до Легионки забрали? Ну... Ну, в общем, это не могло сработать, на самом деле, против более-менее адекватной команды. Там против каких-нибудь... Слабеньких в пабе, может быть, это бы сработало, которые там где-то ошибаются. На линиях кнопки не дожимают, но здесь, конечно, шансов вообще просто никаких не было после ланинга. Да, друзья, первая карта завершилась. Вторая карта должна будет начаться очень скоро. Надеюсь, что вы также подконнектитесь. И начнем немножечко пораньше с драфта, потому что... Нет, сейчас никуда отходить не надо. Вот. Ждем. Небольшая рекламно-музыкальная пауза. Продолжение следует...